Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу День студии Светланы Кузнецова в начале выпуска о главных его темах. Андрей Воробьев приехал поддержать хоккейную команду «Атлант» перед началом нового сезона. В преддверии единого дня голосования идет большая подготовка. Все силы брошены на справедливые и безопасные выборы. Торжественная линейка в Московском государственном университете Леса собрала около тысячи студентов и почетных гостей. Большой хоккей наконец-то пришел в мытище после летних каникул. Начало нового сезона континентальной хоккейной лиги для команды «Атлант» было знаменовано приездом временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он прибыл поддержать команду и пожелал боевого настроя на весь сезон. Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартовал. Первый матч для московского «Атланта» начался с игры с московским «Спартаком». В мытище на эту знаковую игру приехал временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев. Во время визита главу региона сопровождали министр физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области Олег Жолобов, а также заслуженные мастера российского хоккея. До начала первого периода Андрей Воробьев пообщался с игроками команд, поинтересовался, как настроение перед матчем и пожелал красивой игры. Хоккеисты «Атланта» вручили в подарок главе региона игровой свитер с 19 номером. Если получить вам небольшой сувернерчик, знаем, что у вас тоже скоро на последний период выбора, так что хотелось бы пожелать удачи. Спасибо. И будем радовать вас в регионе, постараемся. Андрей Юрьевич в свою очередь поблагодарил команду за подарок и пожелал хорошего сезона, ведь их победы ждут тысячи болельщиков. Я хочу пожелать вам сезона хорошего, без травм, самое главное, с полной самоотдачей. Московская область очень большая, очень любят хоккей здесь, богатые традиции, история хоккея. Чего только наш Валерий Каменский стоит и много других ребят. Хочу, чтобы получали удовольствие от игры, знали, что вы нам очень нужны, и мы очень ждем от вас победы. Главное – спокойствие, только вперед. Будем за вас болеть. Чуть позже Воробьев встретился с болельщиками хоккейной команды «Атлант». Они задавали ему интересующие вопросы, спросили, за какую команду Воробьев болел до появления «Атланта». Он ответил, что за армейцев. Также узнали, как часто он будет приезжать на игры, чтобы поддержать команду. Андрей Юрьевич заверил, что любит хоккей и будет частенько наведываться в мытище. Также болельщики вручили ему небольшой сувенир. От имени всех болельщиков хочу вручить один из ваших атрибутов нашего клуба. Вам на память. И надеюсь, что вы с нами будете встречаться почаще. Болельщики остались довольны встречей. Они считают, что поддержка команды таким гостям должна приободрить игроков. Во-первых, это стимул дополнительный у болельщиков появляется. Болельщики с нетерпением ждали начала матча. Каждый давал разные прогнозы. Атлан чемпион побеждает только он! Атлан чемпион побеждает только он! Матч начался с красочного шоу. Но хоккеисты порадовать заброшенными шайбами собравшуюся на трибунах публику в первом периоде не смогли. Прежде всего, за счет уверенных действий обоих голкиперов Станислава Галимова с одной стороны и Джеффа Гласса с другой стороны. Во втором периоде на 23-й минуте после затяжной атаки гостей шайбу подхватил Шпирко. И почти с нулевого угла закатил ворота соперников. А в третьем периоде за 20 секунд до конца матча в пустые ворота Атланта пробил все тот же Шпирко. В результате «Спартак» в гостях переиграл Атлант и голкипер красно-белых Джефф Гласс стал автором первого в стартовавшем сезоне Кахал-матча на ноль. Светлана Кузнецова, Денис Петров, информационная программа «День». Подведение итогов недели, прошедшее заседание Совета депутатов и готовность к единому дню голосования стали главными темами оперативного совещания при главе Матищинского района. Председатель территориальной избирательной комиссии Матищинского района проинформировал участников оперативного совещания о готовности к выборам 8 сентября. Бюллетени получены. Весь подсчет голосов будет производиться вручную. Избирательные участки подготовлены, в том числе проверены службами безопасности. Проводили с нами обучение в Балашхе на предмет террористической безопасности, а позавчера провел инструктаж с сотрудниками полиции, объясняя ситуацию, как они должны поступать в этом случае. Реагируют на эти телефонные звонки, методы, способы эвакуации, кто что эвакуирует, кто каким образом спасает людей, кто документацию, кто избирательные бюллетени. 26 августа состоялось заседание Совета депутатов городского поселения Матищинского района. Маговского и Федовскинского также рассказали о прошедших на этой неделе заседаниях. Далее начальник пресс-службы районной администрации представила краткий обзор прессы за август, где выходили публикации о Матищинском районе. Тематическим лидером августа стало образование. Реановости и газета «Московские новости» рассказали о предстоящей реконструкции детского сада в Марфино. На портале правительства области была размещена информация о том, что началась закладка фундамента нового корпуса гимназии номер 16 в Матищах. Об открытии в Матищах двух дошкольных учреждений сообщили телеканал «Подмосковье». В завершении оперативного совещания представители сельского поселения Федовскинская пригласили всех принять участие в праздновании Дня рождения поселения, которое состоится 7 сентября. Марина Стафунина, Алексей Илюшин, информационная программа «День». Приближается день выборов 8 сентября. Сотрудники полиции в преддверии часа «Х» проходят инструктаж. Они будут обязаны следить за правопорядком и стараться не допустить конфликты. О том, какие указания они получили, в следующем сюжете. Без сотрудников органов внутренних дел невозможно организовать даже подготовку мероприятия. До 8 сентября каждый участок проверяется на террористическую защищенность. В день выборов они контролируют работу участков. По окончанию голосования полицейские сопровождают председателя с бюллетенями до территориальной избирательной комиссии. Наша задача – провести выборы. Ваша задача – обеспечить безопасность во время выборов. Начинаем плотное взаимодействие с 7 числа, с момента выдачи бюллетенями в территориальной комиссии, с момента вашего, когда вы возьмете под охрану председателя с бюллетенями и секретаря. Двое напряженных суток предстоит сотрудникам полиции быть в полной боевой готовности. Самое главное – выполнять четко поставленные инструкции. Председатель территориальной избирательной комиссии Валерий Конягин обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой подойти к своей работе с полной ответственностью. У меня просьба большая, прежде всего, обратить внимание на такие моменты, как когда 7 числа берете под охрану, наверное, вы об этом еще будете говорить, но очень большая просьба периодически осмотреть участок, потому что у нас есть опасения, что могут быть использованы черные так называемые технологии. И, как правило, в День тишины, а 7 числа – это День тишины, когда запрещена любая агитация, любая, не просто информация, а даже, в общем-то, он и есть День тишины. Не мы свою информацию не размещаем, и кандидаты, и партии их выдавшие также не вправе эту информацию размещать. Эта просьба не случайна. По собственному опыту Валерий Конягин знает, какие инциденты происходят в День тишины, накануне выборов. Все сотрудники полиции готовы, избирательные участки проверены. Светлана Кузнецова, Сергей Власов, информационная программа «День». После того, как вступил в силу закон о запрете въезда большегрузного транспорта на МКАД в дневное время, фуры в светлое время суток стали скапливаться в соседних с Москвой городах. С этой проблемой столкнулись и мытищи. Каким образом она решается, вы узнаете в следующем сюжете. Как таковой стоянки для большегрузного транспорта у нас в городе нет. Но водители фур все равно находят место, где переждать день. И зачастую свои транспортные средства ставят там, где это запрещено. Остановка запрещена грузовым автомобилем. А вы здесь ночлег устроили. Забирайтесь в водительское удостоверение документы на машину, предоставляйте, будем протокол составлять. Сотрудникам ГИБДД приходится изо дня в день выдворять нарушителей и выписывать им штрафы. Но и водитель находится в безвыходной ситуации. Запрет ввели, а до конца не продумали, где будут в дневное время останавливаться фуром. А почему все-таки решили нарушить правила? А у меня какие варианты были, чтобы не нарушить? Ну сейчас нет? Ну в ближайший месяц покажите мне хоть одну стоянку, где я могу на большегрузе заехать и до 10 вечера отстояться. На территории города жителям мешают не только большегрузы, но и легковой транспорт, который недобросовестные водители паркуют как хотят. Вот, например, около станции Мытищи есть стоянки, но они платные. Видимо, водители поэтому бросают свои транспортные средства, где придется, не обращая внимания на знак. А ведь в итоге получается дешевле заплатить за платную парковку. Эвакуация легковушки обойдется в 4,5 тысячи рублей. Плюс каждый час на стоянке 200 рублей. Еще штраф ГИБДД. Вот и считайте, сколько дней вы можете за эти деньги ставить машину на платную стоянку. В Мытищах на сегодняшний день идет очень активная борьба с нарушителями. Поэтому подумайте, прежде чем оставить машину, где попало. Светлана Кузнецова, Алексей Илюшин. Информационная программа «День». Я давно хотел в свою квартиру. Не думал, что меня могут обмануть. Я же не юрист. Я не должен знать все законы. Тосеток покупают. Я хотел зарегистрировать договор, но меня убедили, что и так все в порядке. Я решила, была не была, долг выгорит. Ну да, обманутый дольщик. Принимай взрослые решения. Знай закон и стройся. МЧС предупреждает. Сохраняйте спокойствие. Воспользуйтесь планом эвакуации. Вы можете погибнуть. Сохрани себя. Завершился третий трудовой семестр студенческих отрядов в Московской области. Торжественная линейка в Московском государственном университете леса собрала около тысячи студентов и почетных гостей. Отряды леса – это уникальное объединение, которые стали развиваться именно в Московской области. В прошлом году на базе университета леса совместно с Комитетом лесного хозяйства был создан первый студотряд по профилактике и тушению лесных пожаров в Московской области. Отряд «Лесник» насчитывал 40 человек. Уже в этом году численность отряда достигла 150 бойцов. К юношам, занимающимся профилактикой лесных пожаров, присоединились девушки, которые взялись за работы в лесных питомниках. Здесь это профессиональный отряд, профильный студенческий отряд, поэтому такая уникальная вещь, которая, я думаю, как вы уже слышали сегодня, в следующем будущем должно увеличиться еще в городе. Но я думаю, что благодаря именно такому зерну все будут появляться и другие направления. На торжественной линейке лучших бойцов отряда наградили благодарственными письмами Комитета лесного хозяйства области. Председатель комитета считает, что именно стройотряд является необходимым мостиком между студенческой жизнью и жизнью рабочего человека. Еще будучи на студенческой скамье, проходя это в принципе как бы в теории и в практике в кабинете, выходя в студенческие отряды, они начинают эту практику осваивать уже в реальных условиях. И когда они придут в последующем к нам работать, им не нужно будет объяснять даже, опять же, как правильно соединять пожарные рукава. Университет леса – единственное высшее учебное заведение в Московской области, которое выпускает специалистов лесной отрасли. Поэтому именно на базе этого вуза и стали создаваться лесные отряды. А к ним уже присоединились студенты других учебных заведений, которым также небезразличны вопросы экологии и окружающей среды. Я думаю, что это начало процесса, и дальше вот это количество нужно увеличивать. Леса Подмосковья занимает 2 миллиона гектаров. Это огромные площади, которые требуют ежедневного внимания и ухода. Наши ребята профессионально из других вузов, может быть, они подтянутся и в бригадах будут вместе уже учиться этим вопросом, потому что они все-таки учатся по другим направлениям подготовки. А вместе с нашими профессионалами, уже завтрашними специалистами, они, конечно, могут достичь большого. В честь завершения трудового семестра на территории университета была заложена аллея студенческих отрядов. К высадке деревьев присоединились и почетные гости праздника, в числе которых был знаменитый телеведущий Николай Дроздов. Мне так приятно, что возвращаются вот такие традиции нашего такого прошлого, ушедшего, так сказать, в невзвратное прошлое времени, когда вот после войны вот эти студенческие отряды, подъем целины, строительство БАМа, но настолько это молодежь вдохновляла, и вот с этими песенками «Самольцы добровольцы» все это настолько близко к сердцу. И сейчас видишь эти студенческие стройотряды, да, они строят будущее, пусть они там просто за лесом ухаживают, это тоже наше будущее, если без леса мы не выживем. Лес – это наша, так сказать, здоровая жизнь, здоровая экология. Создание студенческих лесных отрядов стало толчком для популяризации темы экологии и охраны природы по многим направлениям. Появились экологические движения «Восстановим лес вместе», «Зеленый патруль» в рамках программы «Наши Подмосковья», возрождаются школьные лесничества, создаются экологические классы в средних учебных заведениях. Именно через такую деятельность и должна формироваться экологическая культура молодежи, которая будет из поколения в поколение передавать и сохранять традиции бережного отношения к окружающей среде. Марина Стафунина, Александр Савкин, информационная программа «День». Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» объединил около миллиона человек из 70 регионов страны. Мытищинские школьники присоединились к этой акции и высадили деревья на территории своих учебных заведений. Наша съемочная группа наблюдала за тем, как озеленяют школьный двор ребята из лицея номер 15. Это саженцы пихты, туи и можжевельника разных сортов. В будущем на школьном дворе из них составят композицию, которая со временем обещает стать очень красивой. Пока же ребята просто пересаживают деревца из специальных горшков в землю под руководством своего педагога и идейного вдохновителя Ольги Борисовны Калининой. В планах продолжить работу по озеленению школьного двора. Надеемся, что дальше мы будем все больше и больше, и вокруг нашей школы будет прекрасный гурцад. Мы сегодня сажаем деревья, и мне очень интересно это, потому что когда они вырастут, будет приятно, что вот наши деревья мы сажали. Везде дома, улицы, проспекта, зелени нету. Поэтому как-то надо способствовать этому. Степан воспитанник туриста детско-юношеского центра, в котором большое внимание уделяют вопросам экологического воспитания школьников. Мы недавно вернулись с ребятами из Луховиц, где проходил областной слет юных экологов. И навстречу с ребятами приезжал министр экологии и передавал как раз и поздравления, и грамоты вручал детям за исследовательские работы в области экологии. Кстати, высаженные во время акции деревья тоже могут стать предметом исследования. Ребята как раз могут на вот этих зеленых своих площадках закладывать какие-то основы новых исследовательских работ, смотреть, какие деревни лучше приживаются в нашем городе, как мы воздействуем на зеленые насаждения. В лицее номер 15 много юных экологов. Большую работу в этом направлении проводят и педагоги. Детям, учителям и директору лицея Татьяне Гонтаревой вручили почетные грамоты за их деятельность, направленную на защиту окружающей среды. Татьяна Короткова, Сергей Власов, информационная программа «День». На этом наш выпуск подошел к концу. Нас также можно смотреть в онлайн-эфире на сайте www.3wtvme.ru. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»!